Кулек Кремлинович хочет продолжить, а мы? Итак, избирательная кампания вот-вот выйдет на финишную прямую. В ход идут все средства, все домашние заготовки конкурентов, не говоря уже об импровизации. Вот и примар Тишинева оставил свой пост, опять же, в самый разгар пандемии, чтобы подсобить Игорю Николаевичу, который, в свою очередь, также оставил свой пост. Какая такая пандемия-шмандемия, когда у нас выборы? Видно опросы, те, что показывают в офисе партии, а не нарисованные для ТВ разномастными социологами с низкой социальной ответственностью, не радуют президента. А иначе, зачем было не допускать Канду, а пускать вплоть до исчезновения Филиппа и не открывать счет в банке Ивановой? Все для фронта, все для победы. Нет, это, конечно, еще не все. За оставшуюся неделю еще такого навидимся и наслушаемся. И если уж появился виртуальный Илон Шор, который, по идее технологов, должен удержать от полного обвала рейтинг Ивановой, то чем хуже додон. Ждем виртуальных Путина с патриархом Кириллом. Между тем, разразился шпионский скандал, в котором выяснилось, что додон давно стучал в Москву под позывным «Кремлинович». Не то, чтобы мы не знали ничего о кремлевских кураторах Игоря Николаевича, бывших сотрудников ГРУ. А бывших там, как известно, не бывает. Просто об этом говорили в экспертных кругах. А тут журналисты «Райс» обнародовали все – явки, пароли, позывные. Штатные провластные комментаторы сразу же объявили, что публикация не может быть доказательством вины президента. А, следовательно, ничего как бы и не было. Было, господа, было. И еще как было. При таком скандале в любой нормальной стране президент ушел бы сразу в отставку. Мы ведь говорим о политической ответственности. А это значит, что целый президент суверенной страны, гарантом коего он является, не может быть агентом влияния другой страны. А уж легалисты пусть потом разбираются с уголовной составляющей, была ли это измена Родины или просто постоянный обмен данными с офицерами ГРУ из чисто научного интереса. Кто ж его посадит, скажете вы. И будете правы. У нас ведь юстиции нет. Так, фикция. Вот совсем недавно оправдали всех, без исключения судей, участвующих в операции ландромата. А значит и не было никакого ландромата. Так, фантазии журналистов. Именно такое правосудие, выстроенное с таким трудом плохотнюком, им нужно было Игорю Николаевичу. А то ведь не равен час, копнут схемы от приватизации и офшоров багамских до криптовалюты и кульков разноцветных. А схем там вагон и маленькая тележка, полные киловаттами, кубометрами и другими единицами измерения. Именно потому и развалилась так скоропостижно коалиция социалистов с акумистами. Проголосовали в горячке декларацию о захваченном государстве. А когда плохотнюк бежал и страх исчез, они тут же забыли. Никто и не собирался ничего реформировать. Захватить и переподчинить все мафиозные схемы и поставить на их защиту прогнившую и продажную юстицию. А для этого надо было сохранить все плохотнюковские кадры, которые, как известно, решают все, что успешно и было выполнено. Пожалуй, это единственный пункт, в котором Дадон добился результата. Только вот электорату об этом не расскажешь. Вот и скармливает ему очередную порцию обещаний. «Иду, — говорит Игорь Николаевич, — на второй срок, чтобы продолжить начатое». То, что ему и его окружению надо продолжить начатое, понятно. Поэтому будет любой ценой выстраивать большинство из любых отбросов, только чтобы не идти на досрочные выборы. Вопрос в том, а нужен ли нам всем такой кулек Кремлинович, который есть что угодно, но только не президент.